Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Сережа Енот. Как известно, я снимаю видео о своей жизни, о жизненных ситуациях. Так вот, моя подписчица рассказала историю, довольно знакомую каждому из нас. Это покупка на рынке тех или иных товаров. Ни для кого не секрет, что в нашем славном городе многие пытаются нажиться на простоте душевной наших добрых людей. Но не в этом случае. История, как мне рассказала подписчица, она купила себе тапки, сланцы, шлепанцы, не знаю, как они называются. Вот, и не отходив даже неделю, они лопнули. Подошва лопнула, ну, чтобы вы понимали. Ходила она в них там не больше трех дней, потому что не было возможностей там выходных или еще что-то. Ну, короче, как мне объяснили, что не больше трех дней она ходила в них. Так вот, подошва лопнула. Стоили они по меркам среднестатистического человека, ну, немаленькую сумму денег, я так скажу, для сланца. Вот, и на что она решила просто пойти, пообщаться с продавцом, по-хорошему, никаких криков, ничего. Ну, то бишь, чтобы объяснить ситуацию, чтобы продавец, как бы сказать, вошел в положение, а не просто так, знаете, кинул своего покупателя. Вот, пришла она туда, и на что продавец, услышав то, что ему говорят, начал сразу кричать, хамить, угрожать, вызываем полицию, вызываем тех, обзываться, знаете, ну, как это типично для наших людей, которые торгуют. Вот, не всех, я не обобщаю, но большинство людей таких вот, которые считают себя самыми умными, пока их не прижмешь к стенке, так сказать. Вот, и моя подписчица не растерялась, ответила ей корректно, та начала, та продолжила, точнее, хамить. Вот, подписчица достала телефон, начала снимать. Вот, ну, что продавщица сразу же прикрыла ротик свой, стала тише воды ниже травы, замолчала, сидела себе. Ну, моя подписчица, конечно же, экшена не сняла, но показала всем этот контейнер, где она покупала этого продавца. Вот, это все действие происходило в Затоке, в курортном таком нашем, как это называется, в селе, в городке АПГТ. Вот, понятное дело, что там будут все равно покупать люди, потому что курортный город, люди едут отдыхать. Ну, понятное дело, что им будут втюхивать продукцию, которая некачественная, которые люди уедут, они сразу же разлезутся. Ну, я просто хочу вам осветить эту ситуацию, чтобы каждый из вас думал, прежде чем что-то делать, покупать. У кого покупать, у кого не покупать. Если есть возможность знать, нужно ли покупать у этого человека, то почему вы ее не воспользовались. Поэтому, друзья, если у вас случилась такая ситуация или с вашими близкими, родными, не отчаивайтесь, будьте смелыми и сильными. Закон на вашей стороне, вы должны знать свои права. Они знают, продавцы, свои права. Некоторые просто берут нахрапом, кричат на вас, там еще что-то. Не отчаивайтесь, я же еще раз повторяю, будьте смелыми, снимайте этот произвол, вылаживайте в соцсети. Предотвращайте такого же, чтобы не случилось с вами или с другими людьми то, что уже случилось с вами. В сети много роликов, которые предотвращают, показывают то, что есть недоброжелательные, есть продавцы, которые плохие, которые обманывают, обвешивают, также продают некачественную продукцию. Поэтому давайте мы с вами тоже поможем другим людям. Если у нас, не дай бог, конечно же, будут такие ситуации в жизни, мы это все будем фиксировать и распространять. Плюс это для вашей же безопасности. Лучше фиксировать, тогда вы себя будете чувствовать спокойнее и справедливость будет на вашей стороне. Главное, корректно общаться, не кричать. Вот. Поэтому вот так вот, товарищи, друзья. Смотрим видео, подписываемся на мой канал, ставим лайки. Все. До новых встреч, всем пока. Заток Алиманская, вот такое вот обслуживание чудесное. Хозяйка Ира, два пункта. Вот купила тапочки 6 числа. Обхамили, обкричали. Вот смотрите. Вот такое вот состояние тапок. Обвинили, начали сразу кричать. Повысили тон, угрожали начальством. Обвинили, что это я. Так порвала и не умею носить. Не рекомендую вам вот этот контейнер. Дорогие мои подписчики. Да. И сейчас вам сниму второй контейнер этой чудесной дамы. Даму саму вы уже видели. Так, вот это второй контейнер. Девушки Ирины, вы ее уже запомнили. Спасибо вам за ваши лайки, за ваши отзывы. Оставляем дальше. Вы понимаете, какие два контейнера мы с вами не заходим. Благодарю за просмотр.